Задача Сегодня мы начнем с задачек из прошлоконтрольной. Почему-то последнюю задачку про изоморфизм вот таких вот множеств. Z на N и N на Z. Z на Z. Задача про то, что будут ли изоморфны вот это и это множество, или вот это и вот это множество, в зависимости от варианта. Почему-то многие написали, что вот у Z на Z нет минимального элемента, а вот у этих множеств есть минимальный элемент. Какая-то такая идея, которая проскочила и, видимо, распространилась по аудитории. Но давайте нарисуем. Если это у нас Z на N. Минимальный, а минимальный по одной точке координации. Да, но тогда сейчас поясните мысль свою. Вот здесь вот у нас нолик идет, да, и вот у нас N. Что значит минимальный по одной координате. А вот N на Z, вот это так выглядит. Вот сюда у нас, вот здесь вот на Z, здесь у нас N. Да, сюда у нас уходит N, сюда здесь у нас Z. Может быть, я не понял вашу мысль. А вот Z на Z. Это такой лес стрелочек, который не имеет ни вправо, ни вниз никакого ограничения. Теперь, ну вот Ксения совершенно корректно обратила внимание. Возьмем вот одну из этих точек вида N0, где N это целое число, положительное или отрицательное. А вторая координата у нас нулевая. Чем она интересна, вот в этом вот порядке, да, это у нас линейно упорядоченное множество. Что у этой точки и любой предыдущей, любой, которая меньше ее, в смысле этого линейного порядка, между ними бесконечно много элементов. То есть есть такие специальные точки, от которой до любой, которая меньше нее, бесконечно много элементов. А в Z на Z есть разве такая точка? Нет, какую бы точку мы ни взяли, вот точка Nm, Nm-1, это будет строго меньше данной точки. И между ними это будет предыдущая, то есть строго предыдущая. Между ними вообще нет ни одного элемента. И на этом можно было построить доказательство корректной анизоморфности вот этого порядка и вот этого порядка. Здесь тоже просто возьмем, рассмотрим вот эту вот точку 0,0. И видим, что все точечки, которые меньше нее, в смысле вот этого линейного порядка, от этой точки до любой точки меньше нее, находится у нас конечное количество элементов. А здесь, какую бы точку мы ни взяли, мы всегда можем придумать такую точку, которая была бы меньше нее в смысле этого порядка, и между ними находится бесконечное количество элементов. Я почему-то этого только у Ксении увидел корректное рассуждение, очень совершенно корректное рассуждение про вот эти вот точки. А ни у кого больше я не увидел. Может быть, кто-то так рассуждал, просто не написал. Что имелось в виду минимальный элемент по какой-то координате? Мы же... То есть, типа, мы можем, вот в первом случае, мы можем, вот если на второй картинке, мы можем брать только... Вот на этой картинке? На второй. Да. Мы можем брать только в наименьший, можем брать только вниз, спускаясь. А там мы можем не уменьшить, чтобы влево уходить. Да, но... С точки... Но это разве доказывает, что нельзя построить какую-нибудь хитрую функцию между вот этим и вот этим? Да. Нам же изоморфизму все равно, вниз или влево. Изоморфизм это просто объекция, которая должна сохранять порядок. А здесь у нас имеется неизоморфный порядок. Все три примера, они, ну, принципиально неизоморфны друг к другу. Ну, в остальном с задачами контрольные справились. Хорошо. Я напомню, на чем мы остановились в прошлый раз. Мы ввели вот такие понятия. Понятие транзитивного множества. Понятие ординала вот в таком вот виде. То есть ординал это транзитивное множество, каждый элемент которого транзитивен. И мы доказали первые элементарные свойства. Во-первых, ординалом является пустое множество. Во-вторых, если ординалом является х, то тогда ординалом является х плюс один. Третье, что мы доказали. Я их выписываю еще раз, потому что мы очень активно этим будем пользоваться. Если каждый элемент ординала сам по себе является ординалом. Это следует из определения. И, наконец, четвертое. Если у множества ординалов, то есть если до каждого элемента у выполняется ординал от этого элемента, то сумма у ординал. Это самые первые, самые элементарные свойства ординалов. Сейчас мы двинемся дальше и будем рассматривать свойства, зависящие от аксиомы фундирования. Аксиома фундирования, я думаю, все помнят. Она нам запрещает такие вещи. Х принадлежит х, х принадлежит у, принадлежит х. Какие-то зацикленные конструкции по знаку принадлежности. И она гласит, что у всякого непустого множества х есть такой элемент у, что х и у не содержат общего элемента. И, в частности, при помощи аксиомы фундирования, я хочу напомнить, мы с вами доказывали основное свойство х плюс 1 равняется у плюс 1 тогда и только тогда, когда х равняется у. Где х плюс 1, я напоминаю, это х сумма синглитон х. Вот такой вот экскурс. Я думаю, что про аксиомы фундирования сейчас все вспомнили, хотя мы на протяжении предыдущих занятий к ней редко обращались. Сейчас мы к ней обратимся, чтобы понять, а что, собственно говоря, она нам про ординалы может сказать, если она выполняется. Что она нам может сказать про ординалы? Ну, во-первых, отношение принадлежности на любом множестве ординалов. Оно будет антирефлексивно и антисимметрично. Почему оно антирефлексивно? Потому что А не принадлежит А по аксиоме фундирования. Почему оно антисимметрично? Потому что А принадлежит Б и Б принадлежит А, следовательно, А равняется Б. Ну, это всегда ложь. Такого не бывает. Из ложного утверждения мы можем построить импликацию к любому. То есть, как мы видим, выполняется аксиома антирефлексивности, выполняется аксиома антисимметричности. Чего там у нас не хватает для строгого порядка? Нам не хватает транзитивности. Но если мы скажем, что А принадлежит Б и Б принадлежит С, ведь это же то же самое, что Б является подножством С, следовательно, А принадлежит С. Видите? Мы воспользовались транзитивностью ординалов и получили свойство транзитивности отношения принадлежности. Поэтому, собственно говоря, множество-то называется транзитивным. Итак, у нас имеется тот факт, что на любом множестве ординалов вот этот значок сдаёт отношение антирефлексивное, антисимметричное и транзитивное. То есть, это что называется строгий частичный порядок. То есть, мы можем взять и заменить значок принадлежать значком меньше. И я сразу сделаю оговорку. Сейчас, когда мы будем говорить об ординалах, ну, на протяжении этого лекции и следующей, мы часто будем подменять вот эти два значка. Соответственно, значок принадлежит, значок меньше. И говорить, когда мы будем маленькими буквами обозначить только ординал. То есть, нас сейчас интересуют исключительно ординалы, поэтому мы часто будем сокращать и не делать соответствующих оговорок. Но этот порядок у нас не просто строгий, частичный. Он у нас ещё и фундированный порядок. Почему фундированный порядок? Потому что если мы предположим, что у нас имеется непустое множество ординалов без наименьшего элемента. Как мы запишем тот факт, что существует множество ординалов без наименьшего элемента? Это значит, любого у у принадлежит x, где x наше непустое множество. Следовательно, существует у. у принадлежит x и у принадлежит y. Что-то мы записали. Но принадлежит и меньшее есть одно и то же. И мы говорим, какой бы у какой бы у внутри x нашего непустого, где x, я напоминаю, непустое множество ординалов, какой бы у внутри x мы не взяли, всегда найдётся у, которая меньше у. то есть y не может быть наименьшим элементом в x. То есть, x это множество без наименьшего, извините, без минимального элемента. Без минимального, потому что мы пока ещё ничего не знаем про линейность. и без минимального, то есть найдётся у, который будет меньше данного, меньше y. В смысле принадлежать. Но что мы сейчас написали? Мы сейчас написали полную ересь с точки зрения аксиомы фундирования, потому что мы написали явное отрицание аксиомы фундирования. Эти аксиомы фундирования говорят, что у непустого x найдётся, наоборот, найдётся y такой, что x и y не имеют общих элементов. А здесь мы говорим, что для любого y найдётся такой, что x и y имеют общие элементы. Вот связь аксиомы фундирования с фундированностью порядка, пока мы ещё не знаем, линейный он или частичный, но на самом деле он линейный, мы это докажем, порядка, задаваемый вот этим вот значком на любом множестве ординалов. То есть мы из аксиомы фундирования с вами узнали, что оказывается вот этот вот значок задаёт строгий, возможно частичный, фундированный порядок. Если мы сейчас докажем, что два любых ординала сравнимы между собой, то окажется, что любое множество ординалов является вполне упорядоченным множеством. Теперь следующий вопрос, который возникает, который сейчас уместно задать. Существует ли множество всех ординалов? Вот мы говорим там, множество является ординалом или множество не является ординалом. Существует ли множество всех ординалов? Если это множество существует, ну, допустим, оно равно омега, какими свойствами оно удовлетворяет? Во-первых, омега транзитивна. Почему? Потому что каждый элемент его – это ординал, а каждый ординал своими элементами имеет тоже ординалы, мы это знаем, да? То есть каждый элемент, входящий в омега, обязан входить в омегу в качестве подмножества. Это ясно? Омега большое. Это гипотетическое множество всех ординалов. Если оно существует, то оно будет транзитивным. Затем, для любого t, t принадлежит омега, следовательно, транс-t. Это понятно почему? Почему каждый элемент, входящий в множество всех ординалов, транзитивным является? Ну, почему, ну, скажи. Потому что по определению, потому что каждый элемент t, входящий в множество всех ординалов, сам является ординалом, каждый ординал транзитивен. То есть, что у нас получается-то? Что омега, предполагаемая нами омега множество всех, омега большое, множество всех ординалов, оно само является ординалом. следовательно, мы получаем вот какую запрещенную вещь. омега должно входить в саму себя. То есть, оказывается, что аксиоматика цермела Френкеля, в частности, вот аксиомофундирование, нам явно запрещает создавать множество всех ординалов. или, пользуясь терминологией бурбаки, можно сказать, что вот это вот соотношение, быть ординалом, оно не является коллективизирующим. То есть, мы не можем построить множество t таких, что t ординал. Такого множества не существует. здесь уместно такой небольшой экскурс сделать в историю развития теории множеств. Впервые на этот факт обратил внимание Бурали и Форти в 1897 году. Вот я запишу годы, чтобы было понятно, примерно в какой последовательности парадоксы открывались. Бурали и Форти, он обратил внимание на то, что открыл вот этот самый парадокс, который сейчас известен как парадокс Бурали и Форти. Но когда он работал, не было еще аксиоматической теории множеств. Было то, что сейчас мы постфактум называем наивной теорией множеств. То есть, он работал в предположении, что если мы задали какую-то формулу одноместную, то мы всегда можем говорить о том, что существует множество Т таких, что А от Т. Вообще на множество смотрели шире. И он уже изучал тогда вполне упорядоченные множества. И не было еще понятия орденал в том виде, в котором я его здесь изложил. Тогда в с точностью доизоморфизма задает упорядоченное множество. То есть, если множество А изоморф на множество Б упорядоченное множество, мы говорим, что они имеют один порядковый тип. И интересуют, если нас, допустим, интересуют порядковые типы только вполне упорядоченных множеств, дальше, следующий шаг мы можем сделать. И мы можем сделать, определить отношение порядка на множестве порядковых типов. Каким образом? Ну вот, если у нас имеется вполне упорядоченное множество А, которое имеет тип альфа, если у нас имеется вполне упорядоченное множество Б, которое имеет, допустим, тип бета, и мы можем построить изоморфизм между множеством а и начальным сегментом множество б то тогда мы говорили что порядковый тип а альфа меньше порядкового типа бета то есть если можно построить изоморфиз между начальным сегментом б то есть вот здесь у нас первый его элемент она вполне упорядочена значит она имеет каждое его подножество имеет минимальный наименьший элемент и сама она имеет наименьший элемент соответствует наименьшему а да и вот какой-то начальный сегмент изоморфин тогда говорилось что вот порядковые типы таким имеют такое отношение дальше рассуждение строили следующим образом мы заметим что множество всех порядковых типов меньших альфа она вот по вот этому отношению само является вполне упорядоченным и имеет порядковый тип альфа но это я покажу это достаточно просто увидеть если мы возьмем некое множество а который имеет тип альфа и что такое порядковые типы меньшие альфа это типы множеств которые изоморфны какому-то начальному сегменту множество а и тогда можно если мы работаем на каком-то вот этом вот основном байс нам таком а то мы можем каждому порядковому типу поставить соответствие элементе к из а который является инфи супремумом вернее в а вот проекций множеств которые изоморфны начальному его сегменту то есть здесь какой-нибудь м здесь какой-нибудь н и дальше мы замечаем что так как набор вот таких вот супремумов он лежит в а во вполне упорядоченном множестве то он всегда вполне упорядочен но и проведя соответствие мы можем сказать что и каждому порядковому типу каждое множество порядковых типов она тоже будет вполне упорядочены здесь и можно обобщить это заметив что если мы хотим построить продлить вот эту линейку на все порядковые типы ведь бурали форте он задался каким вопросом а существует ли у нас множество всех порядковых типов всех порядковых типов хотя бы вполне упорядоченных множество даже так а если мы эту линейку продлеваем то мы увидим что то что у нас получилось вот это вот но что всех порядковых типов она в сама вполне упорядочена она сама имеет значит некий порядковый тип а этот порядковый тип он должен быть как бы наибольшим он должен возвышаться над всеми порядковыми типами с одной стороны а с другой стороны так как это порядковый тип он входит множество всех порядковых типов, то он должен быть меньше самого себя. Это вот парадокс Бурали-Форти, который доказывался вот в этом вот году, когда еще у нас не было аксиоматической теории, когда не опирались мы на аксиомофундирование, и он привел к выводу о том, что на самом-то деле вот такое предположение, что любое А от Т задает нам Т, оно неверно, то есть не всякая совокупность у нас является множеством на самом деле. И следом обычно атрибутирует 1899 год, парадокс Кантора. Мы его рассматривали раньше. Он опирается на теорему Кантора, которая гласит, что П от В имеет всегда мощность больше, чем В. Если мы предположим, что В это множество всех множеств у нас, то тогда мощность его гулиана, множество всех подмножеств, она будет строго больше его, но с другой стороны булиан от В является подмножеством, множество всех множеств, потому что элементы булиана это же множество, наборы каких-то множеств, пожалуйста. То есть получается, что мощность П от В должна быть меньше либо равна В. Вот он парадокс. Парадокс Кантора, который относится вот к этому году. И, наконец, парадокс Рассела, 1901 год, еще проще. Мы рассматриваем множество Х таких, что Х не принадлежит Ху. И мы выясняем, что Р принадлежит Р тогда и только тогда, когда Р не принадлежит Р. Обратите внимание, что открывались эти парадоксы вот такой последовательности, а я вам их рассказываю, ну и вообще всегда все рассказывают теперь их студентам в обратной последовательности, потому что этот наиболее простой, чтобы его понять, вообще ничего не надо знать из теории множества. Вот, чтобы этот понять, нужно доказать теорему Кантора, то есть там дойти до понятия равномощности, биекции, существования, несуществования и так далее. А чтобы дойти до Бурали-Форти, необходимо уже заинтересоваться вполне упорядочными множествами и свойствами достаточно глубоко. Хотя, все события развивались ровно в обратном порядке, и вначале казалось, что здесь или что-то Бурали-Форти напутал, и можно как-то исправить еще ситуацию, или это противоречие, которое касается только очень каких-то сложных объектов, потому что достаточно порядковый тип, вполне упорядоченного множества, достаточно сложный объект, поэтому, возможно, как-то это можно обойти. Парадокс Кантора еще проще, и уж парадокс Рассел это как бы последний гвоздь в крышку гроба наивной теории множеств. На самом деле это всего лишь последний гвоздь в крышку гроба представление о том, что любое отношение, любой одноместный предикат у нас задает множество Т, таких что А от Т. А дальше, в общем-то, просто стало понятно, что представление о том, что такое множество, необходимо как-то ограничить, сузить, ввести строгую аксиоматику, что было сделано, и, в общем, мы сейчас живем в рамках этой аксиоматики, прекрасно себя чувствуем. И, в общем-то, эти парадоксы, они явно запрещаются сейчас у нас в основном аксиомы фундирования, нам не мешают. Но вы должны строго и очень хорошо себе усвоить вот этот урок, вот эти вот три парадокса, знать и уметь их объяснить и понимать, откуда они взялись, и, соответственно, понимать, что когда мы говорим об одноместном предикате, и когда вот рисуется такая картинка, то надо понимать, что это может не быть множеством. Но, кстати говоря, прекрасным выходом из ситуации является объявить в случае, когда А от Т не коллективизирующий, то есть не задает множество, выявить такую совокупность, назвать ее другим словом, класс. Наверное, вы слышали. То есть можно предположить, что все-таки такие совокупности существуют, и все они являются классами. И они подразделяются на, собственно, классы, то есть не являющиеся множествами и множество. И просто, собственно, классы — это такие совокупности, которые не могут стоять слева от значка пиана. Потому что если Т принадлежит какому-то классу С, это что значит? Это всего лишь означает, что вот этот вот предикат выполняется у нас на Т. Вполне имеет себе смысл. А вот С принадлежит чему-то, вот это запрещенное представление. Просто значок пиана у нас работает таким образом. Можно так, как бы себе мнемонически представить класс. Это такая совокупность, которая слишком велика, чтобы быть элементом чего-то другого. Множество или класса, например. Итак, мы сейчас возвращаемся к нашим ординалам. И еще раз заметим, что вот эти значки принадлежать и меньше сейчас для нас одно и то же, в общем-то, обозначают. И мы сейчас откроем, докажем некий принцип, некий способ доказательства, который нас приведет к наиболее мощным, к наиболее интересным результатам в нашем курсе. Это принцип трансфинитной индукции. Кто-нибудь слышал, знакомое это слово, трансфинитная индукция? Да, знакомо. В общем-то, это довольно фундаментальная вещь. И сейчас она уже давно не является передним краем математики, а наоборот, она является каким-то таким фундаментом. Если для любого х, для любого х-штрих, сейчас я запишу это в значках, потом поясню словами, то для любого х, ординал х, следовательно, следовательно, а от х. Значит, что это такое? Ну, я обычно это иллюстрирую так. Представим себе такую условную прямую ординалов. Это очень условное представление, но от прямой у нее только что? Только то, что здесь имеется начало, это пустое множество, самый первый ординал. То, что у нее нет конца, и у нее есть некое направление туда, в сторону увеличения. Дальше. Если мы знаем, что... И у нас имеется а от х. А от х произвольная формула с одной свободной переменной. И дальше мы говорим, что если нам известно, что из истинности этой формулы на любых элементах х-штрих строго меньше х, следует истинность этой формулы в х, то значит, что эта формула истина для любого ординала. Ну, во-первых, тут... Если мы рассмотрим вот эту верхнюю формулу, заметим, если мы говорим, что орд х и х-штрих меньше х, то орд х-штрих. Нам уже не нужно делать оговорок относительно того, что х-штрих тоже является ординалом. Мы говорим меньше. Меньше это то же самое, что принадлежит. Любой элемент ординала является ординалом, поэтому в верхней формуле нам не надо дополнительно делать оговорку про то, что х-штрих является ординалом. Это раз. Во-вторых, ну, индукция. Индукция, значит, это некое обобщение той индукции, которой нам знакомы. Это арифметическая индукция или счетная индукция. Счетную индукцию мы тоже занимались с вами, мы даже его обосновывали в лекции про натуральные числа. И все мы со школы знаем, что там нужно две вещи. Во-первых, доказать некую формулу от нуля и доказать, что если из n следует n плюс единица, тогда мы говорим, что формула верна на всем множестве натуральных чисел. Здесь разницы существенных несколько. Во-первых, никакого множества ординалов уже нет, множества всех ординалов нет. Но тем не менее мы говорим, что а истина на любом ординале. Нам не нужно иметь множество всех ординалов, но мы можем утверждать, что а истина на любом ординале. Орд x, следовательно, а от x. Вот так вот мы можем утверждать. И это, кстати говоря, даст нам сейчас очень такой мощный рычаг, чтобы доказать некоторые утверждения, потому что ординалов очень много. и больше, чем элементов, так, грубо говоря, больше, чем элементов в любом множестве. Это нам даст рычаг для того, чтобы доказывать некие утверждения общие относительно множества. Во-вторых, если в обычной индукции у нас имеются две предпосылки от нуля и от n к n плюс единицы, то здесь посылка как бы одна. Но она зависит не от одного предыдущего, а она зависит от всех предыдущих сразу. Почему? Потому что у некоторых ординалов нет предыдущего. Например, если мы рассмотрим ординал 5, то у него, конечно, есть ординал предыдущий. Это 4. 4 плюс 1 — 5. А у омега, ну нет просто такого натурального числа, который бы добавили единичку и получили омега. Такой ординал называется предельным. А ординал, у которого есть предыдущий, называется последующим. И мы об этом еще в подробностях поговорим чуть позже. Соответственно, мы не можем опираться на сразу предыдущий. И мы поэтому опираемся на все сразу предыдущие. Но будет ли из этого следовать, что а от пустого множества? Конечно. Если мы подставим вот сюда в качестве х пустое множество, что мы получим? Для любого х' х' принадлежит пустому множеству, следовательно, а от х' следовательно, а от пустого множества. Как и очень часто во всех утверждениях, которые содержат импликацию от элемента какого-то множества, если мы подставляем сюда пустое множество, мы говорим, что пустое множество элементов не содержит, значит, всегда ложные утверждения. Значит, эта импликация всегда истина, и значит, эта импликация всегда истина. То есть, на самом деле, вот это утверждение, вот эта вот звездочка, предположение трансфинитной индукции, оно в себе содержит уже утверждение о том, что а должно выполняться на пустом множестве, на нуле, а от нуля. Оно просто более мощное. Теперь докажем. И доказательство оказывается таким же легким, простым и изящным, как и доказательство принципам арифметической индукции. На самом деле. Пусть у нас существует х, а доказываем от противного. Пусть у нас существует х. х является ординалом и не а от х. То есть, предположим, что вот звездочка выполняется, но при этом выполняется еще вот такое. Существует какой-то х, на котором а от х не выполняется. Построим множество у, равное т принадлежит х, такой, что не от t. То есть, множество всех ординалов, строго меньших, ха, таких, что на нем а тоже не выполняется. Есть два варианта. Либо это множество пустое, либо оно не пустое. Если это множество оказалось у нас пустым, то тогда х, вот этот х, является наименьшим таким, что не а от х, и для всех значений, которые слева от х, а выполняется, а в х не выполняется. А как такое может быть, если у нас имеется звездочка? Это противоречие. Если же у оказалось не пустым, то у него должен иметься, существовать минимальный элемент. Тот самый элемент, до которого, вот он какой-то у 0, да, предположим, до которого все выполняются, а у 0 не выполняется. Но это опять не противоречит нашему предположению. И выходит, что ни х такого не существует, ни и у всегда пустое множество. То есть получается, что на самом деле, если звездочка истина, то тогда действительно истинным является вот это вот высказывание. В любом ординале выполняется а от х. Это и есть принцип трансвинитной индукции. Очень основан на очень простой идее. И я замечу, что в принципе-то мы не очень-то использовали тот факт, что х это ординал. Мы могли взять любое вполне упорядоченное множество, мы ведь использовали из всех свойств ординалов только то, что любое их множество имеет наименьший элемент. Если мы возьмем любые другие множества, не обязательно ординалы, мы можем на вполне упорядоченных множествах, используя вполне упорядоченные множества, тоже этот принцип трансвинитной индукции использовать. Значит, с принципом трансвинитной индукции разобрались. И сейчас мы с его помощью начнем доказывать вещи очень общие и очень неожиданные. То есть, имея этот инструмент у себя в руках, сейчас мы получаем такую силу, достаточно общие вещи доказывать. Ну, например, первую теорему, которую мы докажем при помощи этого принципа, она гласит так, вот о чем. Орд x и орд y, следовательно, x меньше y, или x равняется y, или y меньше x. То есть, любые два ординала сравнимы между собой. И получается, что любое множество ординалов, оно у нас не просто фундированное, оно еще линейно упорядоченное, то есть, вполне упорядоченное. И доказать это нам поможет как раз-таки принцип трансвинитной индукции. Только не в том виде, в котором я его сейчас рассказал. Потому что в том виде, в котором я его сейчас рассказал, он работает для чего? Он работает только для предиката, который содержит в себе одну свободную переменную. А здесь у нас предикат, который содержит в себе две свободных переменных. И нам надо доказать нечто, что является истинным для любой пары ординалов. Как мы поступим в этой ситуации? Как мы можем обобщить принцип трансвинитной индукции на пары ординалов? Какие могут быть идеи? Помните, я в прошлый раз рассказывал про то, что фундированным или вполне упорядоченным множеством является Декартово произведение двух вполне упорядоченных множеств. Да, помните? Там была такая конструкция у нас. Вот мы строим этот лес. Вот у нас два вполне упорядоченных множества. То есть все упирается в точку 0,0. Вернее, пустое множество, пустое множество. Да, если мы про ординалы говорим. И если мы возьмем какое-то произвольное подмножество Декартово произведение, вполне упорядоченных множеств, то у него будет элемент наименьший с точки зрения порядка на Декартовом произведении, с точки зрения лексикографического порядка. Потому что мы сначала выберем в первой проекции наименьший элемент, а затем в сечении выберем наименьший элемент. Да, и мы всегда можем построить, вот какова бы ни была эта фигура, всегда в ней найдется наименьший элемент. Просто в два этапа. Сначала взяли первую проекцию, так как здесь у нас вполне упорядоченное множество имеется наименьшее. Потом взяли здесь сечение. Взяли наименьшее. Сейчас все кивают головой, но почему-то спустя год спрашивают, а что такое большая проекция или что такое сечение. Значит, если мы хотим обобщить принцип трансфинитной индукции на двойные, на формулу с двумя свободными переменными, мы можем как поступить? Мы можем сказать, что если из-за того, что A от XY истинно вот в этой вот области, смотрите, я ее заштриховываю, следует, что A от XY истинно, ну, просто в точке XY, то тогда A от XY будет выполняться для любой пары ординалов. Вот такое обобщение. И им мы можем воспользоваться для того, чтобы доказать вот это вот условие. А что это такое? Что это такое? Мы хотим доказать, что любые X и Y сравнимы между собой. Это должно следовать из того, что любой X меньше, ну, допустим, если это X0, Y0, если как бы пытаться это проговорить содержательно, если у нас X меньше X нулевого, то он должен быть сравним с любым Y, а если у нас X равен X нулевому, то он должен быть сравним с любым Y меньше Y нулевого. Да? Если из этого утверждения следует, что X нулевое и Y нулевое сравнимы, то мы доказали общее утверждение. Еще раз. Если нам удастся сейчас показать, что X нулевой сравним с Y нулевым при условии, что любой X меньше X нулевого сравним с любым Y вообще, а X нулевой сравним с любым Y меньше Y нулевого, если из этого следует, что X нулевое и Y нулевое сравнимы, то тогда мы доказали общую теорему. Любой X и Y сравним вообще. Но это сделать очень просто. Для любого X и Y у нас имеются следующие три случая. Первое. Либо X равен Y. Второе. Либо X вычесть Y не равно пустому множеству. Третье. Либо Y вычесть X не равно пустому множеству. Эти три случая у нас имеют место для любых произвольных множеств, какие бы мы X и Y не взяли. Они всегда имеют место. Ординалы, неординалы. И что это за три случая такие? Если у нас так случилось, что X равно Y, то ординалы равны, сравнимы, и в общем выполняется вот эта вот часть дизъюнкции. Теперь предположим, что X вычесть Y не равно пустому множеству. Тогда существует U. U принадлежит X, и U не принадлежит Y. Но так как U у нас принадлежит X, то есть он меньше X, то получается, что он сравним с Y. И у нас опять распадаются три подслучия. Первый случай у нас Y принадлежит U. Второй случай Y равняется U. И третий случай U принадлежит Y. В случае Y принадлежит U. У нас получается U принадлежит... Вот так вот у нас. Y принадлежит U принадлежит X. Следовательно, Y принадлежит X. Во втором случае Y равняется U принадлежит X. Следовательно, Y принадлежит X. А третьего случая не может быть, потому что мы по построению сделали так, что U не принадлежит Y. Видите? Это мы разобрали второй случай. Разберем третий случай теперь. Y вычесть X не равно пустому множеству. Существует U. U принадлежит Y. И U не принадлежит X. Но так как U у нас принадлежит Y, он меньше Y, он сравним с X. И все распадается опять на три подслучия. Значит, X принадлежит U. X равняется U. И U принадлежит X. Если X принадлежит U, то что у нас получается? X принадлежит U принадлежит Y. Следовательно, X принадлежит Y. А третий случай невозможен в силу построения. Итак, мы рассмотрели все три ситуации. Первая ситуация. X равняется Y. Самая простая. И мы пользовались здесь транзитивностью. Заметьте. Транзитивностью отношений принадлежности. И мы здесь пользовались предположением индукции. Оно такое странное, это предположение индукции. Вот оно вот так вот здесь нарисовано. Это самое странное предположение индукции, которым мы когда-либо пользовались вообще. Сейчас это не похоже на обычную индукцию. Но тем не менее, мы им здесь пользовались, вот когда утверждали о том, что в данном случае U, принадлежащее X, оно сравнимо с Y, а U, принадлежащее Y, сравнимо с X. И мы получили, что действительно X и Y, X0, Y0, вот они, X, Y, они сравнимы друг с другом при вот этом условии, а значит, они сравнимы всегда, какой бы ординал X и какой бы ординал Y мы не взяли. Это первая теорема, которая доказана при помощи принципа трансфинитной индукции, причем еще обобщенного на случай двух переменных. То есть, сейчас мы видим, что на самом деле любое множество ординалов является вполне упорядоченным множеством. сейчас мы видим, что мы можем пользоваться значками меньше-больше вполне свободно, вполне так же, как мы пользуемся ими в обычной алгебре, что не X меньше Y, это то же самое, что X больше либо равно Y. Мы видим также, что X является строгим подможеством Y, это то же самое, что X принадлежит Y. Почему? Я, к сожалению, поторопился стереть, но там из доказательства видно, что как раз тот случай, когда мы рассматриваем Y в и часть X, не пустое множество, он приводит к тому, что X является элементом Y, а следовательно, X еще является и строгим подможеством Y, если X не равен Y. То есть, на самом деле, из доказательства вот этой теоремы еще означает, что мы можем подменять не только значок принадлежит и значок меньше, мы еще можем вот этот тут значок принадлежит. А еще мы можем подменять вот какой значок. То есть, меньше либо равно есть нестрогое подмножество. Вот если значок принадлежности, он предполагает, он антирефлексивное соотношение, то нестрогое подмножество, оно рефлексивное соотношение. Мы можем вместо меньше либо равно использовать нестрогое подмножество, чем мы сейчас и будем пользоваться вовсю. и это все одно одни и те же в общем то вещи теперь вот как какие нам понадобятся сейчас предварительные результаты для того чтобы следующую важный инструмент получить в нашем распоряжении тоже трансфинитная рекурсия а если трансфинитная индукция это обозначение обычной индукции при помощи которой мы какое-то утверждение до доказан для любого ординала то трансфинитная рекурсия это обобщение обычной рекурсии что такое обычная рекурсия счетная рекурсия это мы говорим функция она нам задает функцию из множества натуральных чисел в какие-то элементы и что нам обычная рекурсия что нам нужно для обычной рекурсии нам нужно некое начальное значение и нам некий способ нужен для получения следующего значения из предыдущего здесь тоже в трансфинитной рекурсии обойдемся без начального значения нам достаточно будет иметь способ получения следующего значения из совокупности всех предыдущих значений если мы совокупности всех предыдущих получаем следующее значит а мы получаем но мы получаем что вот здесь нужно очень большую осторожность проявлять потому что мы уже не можем сказать функцию из всех орденалов из множества всех орденалов там в некое другое множество нет у нас множество всех орденалов и тут мы должны будем говорить на самом деле мы для любого сколь угодно большого ординала можем получить такую функцию или мы можем получить трансфинитную последовательность значений так тоже можно сказать то есть очень важно понимать что множество всех ординалов нет но для сколь угодно большого ординала мы можем такую функцию получить но для этого я может быть не дойдусь у не до трансфинитные рекурсии для этого нам нужны некоторые предварительные понимания еще того как устроены ординалы во-первых заметим следующее что ординала изоморфны тогда и только тогда когда они равны между собой изоморфны в каком смысле изоморфны в смысле порядка на их элементах до или арди элементами ординалов является ординал и них есть порядок но доказывается это следующим образом пусть у нас ординал x не равен ординалу y сейчас мы уже можем вполне без потери общности считать что если x не равен y то x является строгим подножеством игрека и предположим что у нас имеется какой-то такой вот изоморфизм сжимающий y в x до которые ну в общем предположим нас имеются они равные друг другу но изоморфные ординалы если у нас x является строгим подножеством игрека то тогда мы можем выбрать какой-то игрек 0 который предполагаемый изоморфизм будет куда-то сюда ужимать обозначим этот элемент в игрек 1 опять проведем изоморфизм который будет его ужимать еще больше обозначим игрек 2 я думаю что вы уже поняли я использую то же самое ухищрение что и при доказательстве критерии д д кинда я возьмем обычную самую обычную рекурсию g от 0 равная y 0 g от n плюс 1 равняется f от g от n и тогда мы получим последовательность элементов убывающих строго убывающих на каждом шаге это последовательность будет у нас счетной это будет под множество ординалов некое множество ординалов не имеющих минимального элемента такого быть не может давайте посмотрим почему здесь нигде не может быть зацикливание ли какого-то или какой-то остановки потому что у нас x является строгим подножеством y из этого соответственно y n плюс 1 всегда должен быть меньше строго меньше y n он не может быть равен y n то что на каком-то шаге у нас бы нарушалась у нас бы нарушалась единственность но взаимная однозначность объекции и в то же время на каждом шаге он все больше и больше ужимает вот этот наш y и просто мы таким образом получаем бесконечно убывающая последовательность еще раз это рассуждение очень похоже на рассуждение которое мы использовали при доказательстве критерии д д кинда если одно подножество строго строгим является подножеством другого и при этом они равномочные то тогда они бесконечны следующее свойство ординалов которые я хочу рассмотреть которые нам потребуется для содержательного ознакомления с принципом трансфинитной рекурсии она но вот какое называем ординал последующим если x равняется x штрих плюс 1 для какого-то ординала x и штрих то есть x последующий непоследующий ординал называем предельным ординалом за исключением пустого множества которые выделяют особняком хотя мне лично кажется это довольно странное такое выделение я бы пустое множество тоже назвал предельным ординалом но во всей литературе стандартно делят ординал вот на такие вот категории пустое множество последующий ординал это такой который получается из какого-то предыдущего добавлением единички и предельные ординалы это все остальные ординалы то есть но такие для которых нельзя прибавлением единички какому-то ординалу получить что мы можем сказать какие у нас есть мы знаем последующие предельные ординалы уже какой-нибудь последующие какой-нибудь предельный ординал назовите да да совершенно верно 3 равняется 2 плюс 1 поэтому все натуральные числа у нас последующие предельный первый который мы знаем предельный ординал не пустой то они и теорема значит следующее для любого не пустого ординала имеет место всего один и только один из двух случаев первое сумма x равняется сумма x плюс 1 равняется x и x последующий второе суммы x равняется иксу и x предельный то есть вот такая интересная такое вот интересное свойство ординал если мы хотим узнать предельный он или последующий возьмем его сумму и посмотрим что получилось если у нас получилось что сумма икса равняется самому иксу то тогда говорим а это предельный ординал а если сумма икса у нас получилось строго меньше иксу то мы не просто можем утверждать что x последующий но это что его сумма x является его предыдущим значением непосредственно следующем непосредственно непосредственно предыдущим значением его так мы все устали в наш очень тяжелый материал это последняя теорема которые сейчас доказываем начнем вот с чего начнем с того что ты принадлежит сумме x это у нас что это значит что существует у у принадлежит иксу и ты принадлежит о но в силу транзитивности у принадлежит иксу это принадлежит это из определения суммы следует да но в силу транзитивности у нас получается что ты принадлежит иксу то есть сумма x является под множеством икса вот это всегда выполняется это всегда имеет место и в общем то мы сейчас разобьем на 2 на два случая когда суммы x равняется иксу и когда сумма x является строгим под множеством икса то есть не равняется иксу и остается единственный случай что она является строгим под множеством икса докажем эквивалентность следующих трех утверждений a b и c а x последующий ординал b суммы x есть строгое под множество икса и c x равняется суммы x плюс единица доказать докажем мы эту эквивалентность вот так вот по кругу сначала докажем то что из а следует b если x последующий ординал то тогда x равняется x штрих сумма x штрих возьмем сумму x это у нас будет сумма x штрих сумма x штрих я в очередной раз обращаю ваше внимание на такое вот интересное свойство суммы от синглитона сумма от синглитона извлекает из синглитона этот самый единственный элемент вот поэтому мы можем вот такую вот сумму так вот представить но сумма x штриха как мы уже знаем она является не строгим под множеством x штриха смотрим сюда смотрим сюда отсюда у нас получается что сумма x равняется x штриху то есть сумма x строго меньше x ну равняется x штриху и строго меньше x то есть сумма x является строгим под множеством x а x штрих ведь меньше x мы доказали вот первый шажочек теперь докажем что если сумма x является строгим под множеством x а то тогда x равняется сумме x плюс единица для этого мы рассмотрим просто сравним сумма x плюс единица и x может ли сумма x плюс единица быть строгой меньше x а может ли сумма x плюс единица быть строго больше x а если ни то ни другое не выполняется то тогда у нас остается единственный случай что сумма x плюс единица собственно и равна x у значит если мы предположим что сумма x плюс единица строго меньше x а что это означает это значит что у нас есть некий t который меньше x а но больше чем сумма x но для любого т т принадлежит x следовательно т является под множеством суммы x то есть получается что такого ты у нас не существует и сумма x плюс 1 не может быть строго меньше икса икса дальше предположим что сумма x плюс 1 строго больше икса это значит что x плюс 1 меньше либо равно сумме x плюс 1 из этого следует что x меньше либо равно сумме x так как сумма x у нас всегда на самом деле меньше либо равна иксу то получается что x равняется сумма x но у нас то предположение что сумма x строго меньше икса и поэтому из b в ц эту импликацию мы построили ну и последняя импликация если x равняется сумма x плюс 1 то x последующий ординал ну естественно это совсем просто потому что последующие это следует прямо из определения да вот мы назвали такой x стрих что x стрих плюс 1 равняется иксу итак мы выяснили что если ординал у нас не пустой и является последующим то тогда имеет место вот такая вот штука x плюс единица равняется x и я если имеет место такая штука x плюс единица равняется сумма x плюс единица равняется x то уж естественно x является последующим ординалом другой случай если x не является последующим ординалом то он является предельным ординалом и для предельных ординалов вот из этого вот остается один единственный случай что сумма x равняется иксу на потому что мы доказали что если есть последующий то вот вот эти вот все три они эквивалентны между собой Здесь у нас имеется строгое неравенство. А для предельных остается только вот это вот равенство и, собственно, вот этот вот случай. Из этой теоремы сразу же следует то, что любой ординал имеет такую структуру. Его можно представить в виде суммы предельного и натурального числа. То есть вот таким вот образом. Любой х на самом деле равен z плюс n, где мы это понимаем так. z плюс 1 плюс 1 плюс 1 n раз. Как это увидеть? Уже элементарно. Возьмем наш х. Возьмем от него сумму. Смотрим, чего получилось. Если у нас сумма дает сам х, значит х у нас предельный. Это просто z плюс 0. Если сумма х меньше х, то мы спустились на одну единичку и снова берем сумму х. То есть мы можем построить рекурсивную такую функцию, которая определяется следующим образом. f от 0 равняется х, f от n плюс 1 равняется либо сумме f от n, если f от n последующий, и пустому множеству, если f от n предельный. И мы можем, снимая по единичке с верхней части этого ординала, добраться либо до предельного ординала, когда уже дальнейшее применение суммы ничего не даст. Либо, ну вернее, мы должны добраться до предельного ординала, причем сделать это за конечное количество шагов, потому что если у нас получится бесконечное количество шагов, то мы получим ту самую бесконечно убывающую последовательность ординала, в которой в природе не существует у нас, как мы помним. А сделав это за конечное число шагов, мы просто подсчитаем эти шаги и увидим, что каждый ординал действительно имеет такую структуру. Предельный плюс натуральное число. Ничего другого не бывает в природе. То есть всякий ординал является суммой предельного и натурального числа. Все, на этом я останавливаюсь, потому что следующая концепция, это концепция трансфенитной рекурсии. И вообще тут сейчас всех гонит в сон и в ужас, если я в нее буду углубляться, не так много осталось времени. Про это я расскажу на следующем занятии. А пока все. Если какие-то вопросы есть, задавайте. Если нет, то до следующего раза. Спасибо. Продолжение следует...